Ну что, всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Бастиан. Так, ну что, продолжите историю. И нам надо собирать осколки нашего монумента, чтобы вновь вернуть Бастион к жизни. Если раньше мы собирали всякую хрень под именем этот какого... ...под именем, в общем-то, Ядра, теперь нам приходится собирать какие-то осколки монумента. Блин, я уже сказал, что это передал бы вид. Да-да-да, знаю. Так. Нету, да? Стоп. Раны. Лук-сокрушителей. Плюс писать к урону. А, всё, понял. Так, нам не хватает осколков. Ну, и вот этих шартиков маленьких. Нельзя. Что? Да нет, он... Он не затисняется, что ли? Ты мелкая хрень. А, надо, блин, сходить в воспоминания, но, блин, пока что это не особо хочется, на самом деле. Ладно, двинули дальше. Так, пистолеты. Как я понимаю, мы дальше в пустоши идём. Река пройдена. Там у нас молот. Лагуна Рофуса. Хоть слухи, что здесь обитает легендарная корлева. Крутодилов. Рофус лагун. Даже брусеры не остановились туда. Не нравится быть етен. Как у нас там? Да, картинка идёт, всё нормально. Ну что, полетели? Полетели, значит, туда. Всё попадало. Многие шартики использовали, чтобы спрятать их родственников, которые исчезли здесь. Так, ну и в какую жопу мы попали на этот раз, зараза. Оп, отразил. Эти промазал. Попал. Так, что у нас тут? У нас кусочки осколков. Они не любят компании. Оу. Творюха. Блин, корягуха. Ну, хилка. Пригодится. Только в городе брусеры используют свою дорогу по кругу лагуну. Используйте обманку. Атака после применения обманки наисит критический удар. А, типа, окей. Даже лагухи учатся в этом месте. Оу, Лейлап. Прикольно. Блин, такая обманка. Ха-ха-ха. Я на нас похожа. Слушайте, прям-таки настоящий джунглер. Я думал, что лагухи были инстинкты. Воу. Ну, они не. Один из них живет в толстой грязи. Они называют... Квейн Анн. Блин, такие гробоиды. Так, ладно, а что у нас тут будет в эту сторону? Блин, опять ты. Раскритовали. Блин, не успел. Ага. Вижу. О, ягоды нас хилят. Отлично. Это еще что за хрень? Так, мне что-то не нравится. Мне не нравятся эти облачки зеленые. С этим я согласен. Опа, глефа. Копье следопыта. Копье следопыта. И что, такое, блин. Обычный удар, что ли? Это только мощная вещь. Блин. Блин. Обычный удар. Так. Ясно. Достаточно. Подготовки к броску. Ага. Вот оно как. Блин, а ведь мачеты тоже можно было кидать, я забыл об этом. Окей, я слил мы в ту сторону. А, в ту сторону уже нельзя пойти. Обидно. Блин, мне казалось, это зубы чьи-то. Ну ладно. Ха! Стена? Эти пин-кушенки живут от анкел-гейтера. Блин, еще главное... Не поймешь, туда или надо идти, или же нет. Блин, вот эта хрень. Куин-Ан не может поднять некоторые из этих широких пляж. Ох, фу-фу-фу-фу-фу, натравляет. Так, ну ладно, плюс здесь опыта, ну хватит, я думаю. Куинни лезет ребенка в какой-то структуре. Один плохой степень в этой высоте дерева, и он Куинни Анна. То есть, типа, в эту нельзя заходить, да, в траву? Если я так сделаю? Арсенал? Ну ладно, мне пока что, по идее, менять ничего не надо. Ну ладно, всем ясно, что туда что-нибудь пойдет сейчас. Ну да, плюс пробежать, я и так знаю. Ха, скотина-то меня спасла, на самом деле. Нет, копье мощное, на самом деле. Нет, нельзя по ней попасть так. Воу, ты не умерла. Бить нельзя. Так, ладно, вон потом пройдем. Уйди. Горобой, блин, хренов. Ф5? Жалко. Ни хрена, там их летает. Может, это не особо хорошая идея была, это убивать. Ох-ху-ху-ху-ху. Ох-ху-ху-ху-ху. Что-то застренное. Хм. Кстати, заметили, нам больше не перепадают ништячные предметочки, которые надо собирать именно. Почти как-то легко. Хе-хе-хе. Попал. Ха, что вам сказать о предметах? Яйцо кротодила. Памятная вещь, это яйцо большое, тяжелое, и, судя по звукам, его житель вполне здоров и бодр. Кротодилы считались вымершими, потому что нужна пара десятилетий для того, чтобы из яйца вылупился кротодил. И за это время яйцо может легко сожрать кто угодно. Ну да уж. Бедные существа. А это что такое? Ничего. Теперь она приходит к нам. Она не должна уйти. Эти шарди сидят в пленой внимании. Они говорят, что если ты прыгаешь в Аникогейтере, ты лучше продолжай. Она начинает пугать. Такая хрень, конечно. Блин, не успел. А, быстрее! Но всё равно недостаточно, чтобы поймать меня. Всё сдохло. Королева Энн. А, да вижу, я вижу, куда надо идти. Дайте ещё, что ли, ништяки собрать. А, блин! Только сказать, что ещё за хренька сидит. Сдохло. Ну что, полетели в город? Сделали то, что надо было сделать. Для усиления всех построек бастиона. Ну, допустим, винокурни. А, мы то есть третьего уровня уже были. Ладно. Шанс продолжить. А, стоп. Сидор. Десять хитов. Странно. Двести урона при падении на врагов. Блин, я как-то использую... А, ну, наверное, этих какого только. На прыжковых. Скорости во время защиты. Блин, оу, черный тоник, кстати, неплохо. Шанс пережить атаку, которая окончилась бы поражением. Хм. Пожалуй, вот это возьмём. И вот это. Что скажешь о яйце? Я сказал, что Куина Анна была просто окошечка. Теперь есть живописи, что она не. А ты, изи я? Эта гейтера – шансовая девочка. Но так же девочка, которая просвещала, чтобы следить за нее. У нас ещё одно животное появилось. И чего? Окей, типа, можно её забрать с собой? Пошли, крокодила. Ну, пойдёмте, наверное, ещё один уровень пройдём. И, наверное, в следующей серии, собственно, начнём с прохождения воспоминаний. Куда? В кузне. Что-то заострённое. Так. Шанс крита, либо перезарядка. Пожалуй, шанс крита. Мне вот интересно, ойтик, что там будет дальше. Долго не заживают. Так, ну ладно. Я, наверное, пока что тебе оставлю этот, как его... Колоть. Копьё. Решающих выстрел... А, прыжок с копьём. Смотри-ка. Умел копейщик при помощи этого трюка взмывает в небо, чтобы врушиться на врагов. На ничего не поздревающих врагов. Слебодопыты переняли этот приём из древних легенд. Кстати говоря, смахит на умения... Этих, по-моему, драконьих всадников из Final Fantasy Tactics. Ладно, полетели. Следующий шард должен быть далеко в лесу. Копьё пушки. Лагуна Рофуса. Легендарная королева Анна хранила осколок в губнисово логово? Что? То есть мы чё-как не убили, что ли? А, вот, господи, это ванпост Леомайн. Леомайн. Он где-то внутри Леомайна, самого большого городского ванпоста. Он поставил неизвестных дебрях. Ну, полетели туда. Терминал это зала. Ванпост Леомейна. Да, господи, на тебе вот так. Ух ты! А, винтовка. Армейский карабин. Ой, тут кого застала. Катастрофа. Ха, прикольные вещи. Прикольная вещь, на самом деле, единственное, мне не нравится светение. Катастрофа Леомейна, на самом деле, лучше дня, но это не закончилось. Воу! А, что у нас такое интересное, мы моргаем? Что мы делаем, точнее, когда мы моргаем? А, мощный выстрел. Удача. Гражданая релька Пусть Леомейна. Не только это там, но и все равно работает. Так нам надо бежать по ней, что ли? Нет, 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 нет. Но я могу дать ребенка, левать. Окей, ну я пошел. Так, я могу оставить, чтобы он был вверху на трассе. Воу! Не заметил. Но, как я и говорю, то, что да, сведение. Очень медленное. Оу! Гражданые рельсы все снились, с вещами, которые вклажировали и спрятались. Все-таки Лук, конечно, был удобнее, но он быстрее стрелял. Вот эта хрень пока она сведется, пока он еще перезарядит ее. Затыкал. Ох! Тварюха. Блин, ящик. Бочки, главное, на боку стоят. Их не сломать. Так, а что у нас тут? Ох, хилочка. Ай, не успел. Блин, рано. Напал. А, промазал. Кстати говоря, к тому же Лук пробивает несколько людей сразу, так что это лучше было бы. Лук был закрыт, но сейчас она открыта, как ротная пенапель. Арсенал. Ну, конечно, не только хорошая вещь, но... Где наши дуэльные пистолеты? Ха-ха. Я же... Ой. Не то. Лук сокрушителей. Не, наверное, не обманка. Не ловушка. Что-то острое. Что-то острое. Блин, зараза. Промазал. Ай, эсколочки упали. Ох, опять березки. Окей, так, может быть, мы не получили их подписчиков на весь Гранд Рейл. Это было плохо. А вот, интересно, мир все-таки... В какой все-таки эпохе был? То есть, такое ощущение, что он олег какого-то дикого запада, что ли? Так, вот это очень даже плохо. Ай, забыл, потому что у нас предыдущий выстрел. До свидания. Так, хилочка. Так, тут у нас ядро. Окей, а что у нас тогда было там? А, ну то есть, тут у нас даже прохода не было. Да, на железной дороге не увернешься, согласен. Да ладно, нормально все. Блин, обстрел с этих сторон, слушай. Я скажу тебе, это не весело. Да, уж согласен, но это не весело. Ау. Не своза чтится. Что-то изысканное. Материал... А, для улучшения, да. Но тут у нас не увернешься. Такой разброс. Прикольный копьёшка. Прикольный копьёшка. Пин-кушен, пожалуйста. Сначала он думает, что это сам. Но это кто-то другой. Оказалось, он был неправ. Выживший. Мужчина, всё-таки, я думаю, это женщина. И удар? Ау. Когда ребенок приезжает, то мужчина долго уйдет. Но что-то еще есть. Но кое-что осталось. Запечатанное письмо. Письмо, адресованное Зия. Похоже, он написал Зуф, который, должно быть, нашел еще одного выжившего Ура, который... Которого и... Который передал его парню. Может, Зуф обучил Зию языку Ура в достаточной степени, чтобы прочесть письмо. Блин, а вот стоит ли ей давать его? Только слова, которые ребенок приезжает на этой письме, это для Зия. Да, а вот стоит ли ей давать письмо, или же нет? Он взял шар, взял голову, и взял эту ноту. Эта нота поднимается прямо к сердцу, не ли? Да. Так, что скажешь насчет письма? Оно для Звы, это ведь почерк Золфа? Золф, мессенджер, был один из его письма. Зии. Возвращаюсь, как много из них выживали. И что именно Золф им сказал? Не слишком поздно, чтобы улучшить потенциал этого места. Беру находок. Улучшаем. Так, возьмем кружок. Джон, ааа, Джон Реччик. Ярость после биса противника. Ярость здесь плюс 200% урона на 3 секунды. Пиевка над. Дать немного здоровья за удары по противнику. Прикольная вещь. За удачное отражение щитом, кстати, очень даже неплохая вещь. Ну и вагиня, блин. Стоит ли ей давать письмо или же нет? Пуле откидывает врагов, либо скорость прицели мне. Это нормально. Только остальное у нас там дальше закрыто, да? Стоит ли с ней говорить? О письме. Ладно, попробуем, собственно. Что скажешь насчет керамического горшка, который я не знаю, где подобрал? На самом деле, я думаю, разработчики бы, наверное, тоже так бы думали то, что игрок будет думать то, что... А вот что, типа, будет, если мы дадим ей письмо? Первый раз, кому дали книгу Зулф, по идее, собственно, из-за нее же он против нас и пошел. Из-за этого был разрушен, собственно, монумент. Возможно, игроки, собственно, не станут давать ей письмо. Ну, ладно, на самом деле, пускай будет все так, на ее совесть, так сказать. Что ж там такого-то интересного он хочет от нас? Идти на восток и узнать все о катастрофе. Ну, может быть, мы туда двинемся, ребят, но пойдем уже дальше. Мы в следующих сериях, но пока что... В общем-то, с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зайдите друзей, комментируйте видео и делайте добрые дела. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующий раз. Всем пока! До новых серий и до новых врывов. Удачи вам!